Открылась лавка у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем золото в Терра Онлайн. Интересует? Напиши нам в ВКонтакте, Аське или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребята! С вами Нитрич и играем в Терра Онлайн. Сегодня у нас Небесная Арена. По рейтингу одиночная. Для тех, кто не знает, повторюсь. Регаетесь соло на батлграунд Небесной Арены. Вас закидывают в группу в составе 2 ДД и 1 хила. Либо Мистик, либо Прист. Сейчас за меня выступают Маг и Мистик. Мне нравится, когда за меня играет рейндж-класс. Бои получаются интересные. То есть, когда я кого-то опрокидываю, либо стаггерю, знаю, что за моей спиной есть рейндж-игрок, который вносит дамаг. Итак, поехали! Встали мы сразу за столб. Наш Мистик раскидывает шарики. Забыл сказать, что против нас Убийца, Берсерк и Мистик тоже. Так что мы увидим в этом бою двух Валер. Определились мы с целью. Это, конечно же, Слэйр. Так как от Слэйра идет самый большой дамаг. Ну вот он контрит Мага. Пытаюсь в него попасть. Так сказать, застаггерить. Сделал надпрыжку. Наш Маг поставил статан, ловушку. Обракинул двоих. Переключились они на хила. Так, дальше спасаю его от Слэйра. Все, Маг отпрыгнул. Нужно хорошенько раскистоваться. И вот первое попадание. Так, вызвали уже обоих Валер. Отлично. Их промахнулся. Что-то их Берсерк никак ничего сделать не может. Так, что происходит. Сейчас просто бегаем. Наконец-то я нашел, где Слэйр бьет Мага. Спасая его, прошла серия атак от Мага. Два хороших попадания. И 30% ХП осталось Слэйра. Его добили. Ну все, уже почти все умерли. Последнее добивание. Уж очень я люблю, конечно, когда за меня играет Маг. Особенно тот, который умеет, знаете, не всегда стоять на дистанции. Но еще вовремя подлететь. Блинкнуться и поставить ловушку со станом. Это просто супер. Ну или, допустим, почему вообще хорошо с Магом. Когда я роняю, и у человека уже нет блинка. Если Маг это знает, то он может туда положить лужу. И даже если он встанет, он встанет в луже, будет замедлен. По нему будет идти периодический урон от нее. В общем, круто. Заметил за собой, на арене постоянно забываю маз за медло кидать. Постоянно. Так что, если ходите на небесную арену, попробуйте, позаписывайте видео. Очень помогает потом проанализировать ваши ошибки. Опять за моим любимым столбом раскастовались. Ищу слейера, даю ему минус 50, еще 9. Ну вот, у него уже 30% ХП. И сюда бы сейчас быстрее Мага, но его, видать, контрит Мистик. Пол ХП у Берсерка. Еще минус 30. Наверное, заюзал антистан, потому что не прошел на него. Берс и Слэйер меня тут винают вовсю. А Маг мой, видать, под контролем. Нет, стоп, он Мистика контролит. Ну вот, наконец-таки пришел. Пришел, постоял и упал. Кинул лужу. Хотел, видать, стяжку сделать, точнее, стан поставить, а ему его сбили. Переключаясь на Берсерка, так он близко стоит. За Слэйером я реально устал бегать. И все, Маг это заметил. Кинул плюшку и убили. Последние плачевные, так сказать, бои мои были, это когда... После убийства одного ДД, либо Мистик, либо Прист, Ресали. После этого я теперь стараюсь бить сразу же Хила. После убийства дэмэдж дилера одного. Для того, чтобы он полностью был под моим контролем и не смог никак Реснуть. Ну вот и все. Закончился первый бой. Переди у нас еще два. Давайте перейдем. Ты устал? Была трудная неделя. Хочешь отдохнуть? Зайди на J2A. Купи игру. Расслабься. В этом бою за меня выступал Жнец и Жрец. Но тут так получилось, что зашло их на арену двое. Третий то ли кикнулся, то ли что. И мы решили подождать. Все-таки давайте будем джентльменами и дамами. И не будем нападать на двух. Дождались мы наконец-то третьего. И тут получилось, что против нас в месте Мистик, Берсерк и Маг. Так. Что-то они там соображают потихоньку, бафаются. Мы их уже поджидаем. Жалко, что у нас был не Мистика, а Жрец. Сейчас бы тут все усыпало шариками, пока их ждали. Было бы нам такой бонус за ожидания. Поставил он свой. Злостный тотем. Впереди бежит Маг, отвлекает на себя внимание. Договорились мы бить Мага. Первую мою атаку он эвэйдит. Затем я то ли не достал, то ли не попал, не знаю. Но... Кинул он тут стан, не подействовал. Берсерк пытается гоняться за моим Жнецом. И чуть ли они его не убивают. Успеваю его опрокинуть. Интересно еще драться, когда против тебя Берсерк. Именно твой класс. Мне, например, очень это мотивирует. И кто друг другу больше кинет с тагеров, замедлит и так далее. Какие будут блоки. Красивые эвэйды. А так... В общем, все здорово. Два раза буквально уронил Мага. И тут сразу же Жнец провел свою Масуху ближнюю. Она очень сильно дамажит. Быстро забрали мы, конечно, Мага. Попорика усатого. Смотрел я до боя. У него и темгир был нормальный. Так что должен быть хороший игрок. Берсерк тоже уже ушел. Небытие. И Мистик решил попугать нас Валерой под конец. Вдруг кого ваншотнем. Очень много, кстати, случаев, когда, допустим, попадает новичок. Было у меня недавно. За меня играл Танк. Ну и он просто даже вообще не думал о том, что здесь можно вызвать Валеру и он может ваншотнуть. Он удивился, написал об этом. Первый раунд мы проиграли. Во втором раунде он вообще написал, что он не понимает, почему у него кончается мана. Так вот, если вам встречаются такие игроки, вы уж их не обессудьте. Первый раз все-таки на небесной арене. И человек не знает, что здесь большая нехватка маны. Он может не поставить себе кристаллы. Прошел первый бой, вообще не напрягаясь, как заметили. Так, и тут что-то женец решил написать моему присту. Бафы снимают. Я сняла. Ну вот. Обижай девочку. Не трогай нашего приста. Он тебя выхилил, кстати. Какой недовольный жнец. И так, мой любимый столб. Бафаемся. Ждем. Понеслась. Решили бить в этот раз берсерка. Так как он, ну, тюфячок, я скажу так. Новичок-тюфячок. Передвигается очень медленно, поэтому его легко поймать. Идет сюда Валера, надо валить. А берсерк почти уже добит. Так, стагернул он меня сбил. Гатобилку. Сейчас бы был уже мертв. Раскастовывает маг. Метеорит, быстро уходим из этого круга. Кинул лужу, замедлил меня. Я все еще под заморозкой. Заморозка прошла, делаю кувырок. 25 тысяч, его отхиливают немножко. 50% хп у берсерка. Маг пытается все меня контрить. И тут как раз еще чуть-чуть попал под демейдж прист. Ну, вот видите, берсерк только что заряжался. И вообще, мне кажется, ему маны не хватило. Он просто ударил в пол. Маг тоже промахнулся сейчас. Маг противника помахнулся своей... Так, обилкой. И опять зачем-то приз подошел еще близко. Получил пару стагеров. Берсерка благополучно забрали. Стоит маг в трансе. Добиваем уже хила. Ну, это уже концовка второго поединка. Маг... Видите, перестали сидеть на маге, а маг все равно ничего не сделал. Большие, конечно, у него были ошибки по поводу того, что он не подходил, не станел. Все, победа за нами. Осталось только попорика растерзать. О, еще и поймал мою куриканку. 73! Блин, где до этого была такая дамага? И причем, кстати, я не сильно раскастовался. Черт. Ладно. И вот у нас третий бой. За меня играет воин, мистик. Против нас жрец, маг и лучник. Лучника, пересмешника видел. Хороший игрок. Ну и вообще, ребята, все трое из топ-100. Потненькая катка будет. Сразу же будем контролировать лучника. Зашел ее за столб. Как всегда, так сказать, раскастовываюсь. Лучник атакует. Уронил нашего приста. И понеслась. Что-то он тут запутался немножко, остановился. И мы ему сразу же оставили 30% хп. Дальше я видел мину, но все равно продолжил свою атаку для того, чтобы нанести еще ДПС. Опять он раскастовался. Я поставил блок. Его мина. Пол процентов варьера мы ему оставили. Немножко я дотянулся. И там вообще кропаль 10% хп лучником. Он отходит за столб. Рядом с ним, посмотрите, рядом с ним бегает маг, который постоянно кидает ловушки и мешает. Но все равно нам удалось его забрать. Тут маг раскастовывает метеорит, который почти не попадает. Варьер из него и ушел, как и я. Приз стоит в трансе. Атакуя мага 50% хп. Приз пытается поднять своего мертвого лучника. Я сбиваю ему все это дело. Начинает бегать вокруг столба. Я пытаюсь его дальше контролить. И маг бегая тоже обстреливает. Отлично, подошли оба. Как раз моя раскастовка по ним попала. По плюс 35 тысяч обоем нанес. И уже добиваем последнего приста. Скажу так, то ли он нас недооценил. То ли все сделали классно. В общем, быстро слили лучника. Прессинговали его. Второй раунд. Поехали. Цели не меняем. И, кстати, прист. Если вы заметили, тоже подбегал. Кидал, так сказать, опрокидывания свои. Еще сейчас присту дали этот вьюнок. Ураган. Как его назвать точно? Прикольно может контролить. Варриор побежал сразу же вперед на лучника. Снял вам 20% хп. Лучник блинкается. Тут я в него попадаю. Но демейдж был слабенький. 26 тысяч. Жалко, что не 50. Была поставлена мина. Я опять же ее видел. Вносить ДПС. Все равно нужно было. Тут варриор побежал вперед. Просто-напросто не заметил, что наш прист стоит в слипе слева. И как Рэмбо ворвался, получил прокаст от лучника, получил прокаст от мага. И, пожалуйста, минус варриор. То есть небольшое невнимательное, так сказать, замешательство варриора привело к тому, что мы очень быстро отстрели второй раунд. А все так хорошо начиналось в первом. Надо аккуратнее с такими ребятами. Не первый раз на аренке. Вообще с пересмешником я встречался уже на арене. И скажу вам, очень хорошо кайте. Трудно в него попасть. Ну а сейчас у нас вообще получается два кайтищих класса. Но когда за меня, допустим, играет варриор, мне это очень удобно. Потому что если варриор толковый, и он реально может сесть на цель, о которой мы договорились, то она просто не должна бегать. Она, ну, все время должна быть в стаггерах. А варриор это может сделать. Итак, погнали. Решающий бой. Маг ставит лужу. Мы ее успешно тут отбежали. Кидают у нас масс за медло. Маг пытается меня контрить. Так. С лучником мы тут в перепалку попали. Перестреливаю, ставлю блок от мага. Опять маг меня плюется. И наша первая цель это все равно лучник. Потому что если сядем на мага, плюс его два блинка, лучник кому-нибудь выстрелит в задницу на 70 кусков. Это точно. Хороший дематч в него сейчас влетел. Минус 50%. Но что-то все равно пошло не так. И знаете, все-таки подвело то, что варриор наступил на эту мину. Вот мне кажется, эта мина, которую вы сейчас видели, решила весь исход боя. Если бы не этот стаггер с мины, точнее не этот стан с мины, и потом заливной дождь после нее, то мы бы точно выиграли. Ну как сказать, точно выиграли, но развязка была... Не точно бы выиграли, а развязка была совсем другой. В общем, опечалился я после третьего раунда. Но скажу так, выступили достойно. Выступили классно. Спасибо ребятам за этот бой. И спасибо ребятам, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, также заходите к нам в группу ВКонтакте. Как всегда, жду ваших комментариев. Пишите. Всем удачного дропа. Пока-пока.